всем привет часто ли вы находились такой ситуации когда рассказываете что-то человеку и непонятно интересно ли ему вас слушать или вы даже не задумывались об этом в любом случае этот выпуск будет полезен для вас сегодня мы рассмотрим какие невербальные сигналы подают человек когда ему неинтересно слушать вас и хочет прекратить разговор кстати мне часто пишут и спрашивают о таком феномене как гипноз что с помощью него можно сделать а можно ли избавиться от страхов и панических атак как с помощью него воздействовать на других людей можно ли внушить себе определенной установки и так далее я не уверен что буду рассматривать эту огромную дисциплину себя на канале поэтому нашел канал профессионального гипнотизера где он размещает много видео по этой тематике и отвечает на вопросы проводит консультации и обучение поэтому подписывайтесь на его канал и обучайтесь гипнозу там ссылку я добавлю в описании джо наваро в своей книге я вижу о чем вы думаете рассматривает такие лимбические реакции мозга как реакция замирания реакция бегства и реакция борьбы реакция бегства характеризуется стремлением убежать или избежать опасной ситуации в условиях дикой природы но так как мы живем в городе и не являемся дикарями эта реакция приобрела немного другую форму и адаптировалась под другие наши потребности но несмотря на это цель этой реакции 1 защититься от физического воздействия на нас от других людей или хотя бы отодвинуться подальше человек может отклониться от обсуждения нежелательные для него темы он может повернуться спиной к человеку который ему не нравится с той же целью люди используют блокирующие элементы поведения зажмуриваются потирать глаза или закрывать лицо руками чтобы увеличить дистанцию до человека который сидит рядом можно отклонить назад туловище поставить на колени какой-нибудь предмет сумочку например если девушка или развернуть стопы к ближайшему выходу подобные невербальные сигналы могут говорить о том что человеку дискомфортно эти формы реакции бегства называются дистанцирующими сигналами передняя сторона нашего тела который также имеет название вентральная это глаза нос и грудь живот и так далее очень чувствительно к вещам которые нам нравится или не нравится к примеру если мы общаемся с человеком и в его окружении нам комфортно и уютно то мы без проблем продемонстрируем нашу переднюю часть и не будем никакие использовать жесты блокировки барьеров и так далее но если мы почувствуем какую-то опасность или будем испытывать дискомфорт или мы поссорились человеком то неосознанно будем отворачиваться от него и отодвигаться тому пример недавно видео которое было на нашем канале где николай соболев после неудачной попытки спора отклоняется человека и хочет прекратить общение демонстрируя такое подсознательное поведение люди говорят словно другим я не согласен с вами так же как все невербальные сигналы эти действия обязательно следует анализировать контексте еще сигналом того что человеку вас не интересно слушать это подпирание головы рукой или кулаком представьте что вы что-то рассказываете а человек поддерживают свою голову рукой как бы не дает ей уснуть а если еще и сопровождается полузакрытыми глазами или пустым взглядом то это верный признак что вам либо стоит прекратить общение либо перестать говорить но ситуация может иметь другое значение если человек наклонился вперед к вам и подпирает подбородок рукой и пристально смотрит на вас это признак того что он заинтересованно слушает либо делает вид чтобы добиться вашего расположения наверняка вы были в таких ситуациях когда в компании друзей найдется один человек который будет рассказывать свою длинную жизненную историю или высказываться по политической ситуации в стране не один час например это вы как вам понять что людям не интересно вас слушать и лучше остановиться и прекратить первое люди не задают уточняющие вопросы по ходу вашего рассказа типа а когда это было а почему он так поступил и так далее они боятся что-либо спросить так как вы начнете продолжать рассказывать то что и так не интересно они не смотрят вам глаза так как зрительный контакт может дать понять вам что человек вас слушает и хочет чтобы вы продолжали они вентрально отстранены от вас смотрят в сторону либо в пол руки на груди образовали барьер ноги скрещены перешептываются между собой сидят телефоне и так далее блокируют свои глаза закрывают потирают прищуривают прикрывают ладонью это один из видов защитного невербального поведения который может использоваться когда мы чувствуем угрозу или нам не нравится то что мы видим если человек который увлеченно рассказывает свои истории заметил бы подобные невербальные сигналы и вовремя остановился то и шанс что у его слушателей он бы в будущем не ассоциировался с болтуном и человеком который вечно болтает безумолку и его невозможно в чем-то переспорить лично на меня такие люди производят негативное впечатление в будущем я буду избегать ими общения потому что знаю что коммуникация с ними занимает очень много времени верным решением анализировать истинные намерения человека это анализ ног многие люди контролируют лицо контролируют руки но мало кто из них задумывается о том чтобы контролировать движение ног Джона Варрелл в своей книге определил несколько признаков того как по ногам определить что человек хочет прекратить общение и уйти признаком того что человек хочет уйти оказаться где-то в другом месте будет такое расположение стоп когда один носок ноги разворачиваются в противоположную сторону от собеседника когда вы разговариваете с кем-то и замечаете что собеседник постепенно или внезапно отворачивают от вас стопы эту информацию обязательно нужно проанализировать что означает этот сигнал иногда он может указывать на то что человек просто опаздывает на встречу ему действительно необходимо уйти а в других случаях такой сигнал может означать что человек не желает больше находиться рядом с вами отворачивание стоп это сигнал показывающий что человек желает удалиться существуют и другие примеры движения ног которые являются показателями того что человек хочет покинуть то место где он данный момент находится таким примером служит поведение сидящего человека который кладет ладони на колени этот знак свидетельствует о том что он готов закончить встречу и уйти часто такой жест дополняется наклоном туловище вперед или тем что человек подвинулся краю стула если человеку не нравится тема который поднимает его собеседник то он изменяет положение ног таким образом чтобы его бедро стало барьером все эти ситуации является лишь основной частью того что человеку не нравится окружение его собеседника и он хочет закончить разговор необходимо учитывать все сигналы в контексте и определить базовую линию поведения человека но если ваша цель добиться расположение человека и вы не хотите чтобы он понял что вам не интересно его слушать то используйте всю эту информацию для того чтобы не допускать этих ошибок и наоборот проявлять заинтересованность в том что он говорит а как вы ведете себя в обществе человека который вам неприятен и вы хотите закончить разговор пишите в комментарии а на сегодня у меня все если вам понравился выпуск кто делитесь им с друзьями пусть они учатся искусству беседы и понимают как себя вести в таких ситуациях нажимайте на колокольчик чтобы увидите выпуске первыми следите за людьми и не оставайтесь в руках скоро увидимся в следующий раз субтитры 5 я это 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 Продолжение следует...